Кто такой? Что такое пришел? Вас что-то не видно? Сейчас, Игнатий Тиханович, буду смотреть... О! Видно сейчас? Вот сейчас видно Была камера выключена Здравствуйте Здравствуйте Кто такой? Откуда? Я с Украины Это Новозов Донецкой области ДНР Ну как, Украина или ДНР или как? Понятно Вот это где происходят все события Как бы отсюда Ну вот это я хочу вам Я смотрю ваши все эти На Ютубе просматриваю И вообще-то я стремлюсь Всегда к Господу Как бы с детства А родители у меня не верующие У нас все записывается и выставляется в интернет Не против? Не против Я простой человек такой Да-да, говорите Смотрят, может, у кого-то оно поможет кому-то И вот это Вот такая ситуация Здесь мы сейчас находимся Это я ваши все передачи просматриваю Я за то, что как за спасение души Вот это все Души спасения И как вот это Я раньше как бы не был таким верующим И семья Родился в неверующих Вы поближе микрофон возьмите Далеко, плохо слышно Неверующие, неверующие Ага, сейчас слышно? Да, сейчас слышно хорошо Родители неверующие у меня Отец умер Мама еще здесь жива Здесь живет у меня 80 лет 82 года Вот это Я живу Как жена у меня Но я с ней не расписан Я живу Мы живем 15 лет Она сама медсестра Она здесь сейчас со мной Она такая, ну смирная Нормальная такая Женщина Спокойная Как православная Такой веры Как бы Ну как Такой обычной Как бы в церкву не ходим А А не расписан Ничего Я вот это Как в блуде живу Это раз вопрос такой Как мне быть Как быть Здесь у нас православная церква есть Здесь Это Новоазовск Город Новоазовск Слышали такое На Новоазовском море Сейчас не знаю Мы ездили там Ну может быть Может быть Надо по буквам произвести точно его как А какого большого города далеко Ну это Это между Мариуполем и Таганрогом А вон где Ну ну там и были На побережье Азовского моря Ну если будете заедете Да да там и были С миссией ездили Если будете Заедете если будете Я У меня тут хозяйство У меня такого складу Складу такого Я Как типа вот это Ну животных я люблю И козы у меня Курочки Земля Я немножко земли так распахаю Мотоблоком Выращиваю что-то там Для себя Ну для пропитания Ну мне вот это вопрос Вот это что блудея Вот это мне огорчает А расписаться Расписаться Если я пойду здесь Распишусь Здесь Вот это сейчас власть наша Тут Они ставят Штамп такой Я не поеду уже тогда туда А туда поехать Жена получает пенсию Как она медицинская Медработник Она Раньше пошла на выслугу Ну пенсию Понимаете И туда Если будет эта печать Они туда не пропускают Как считается Ну Непризнанное И я не могу Не расписаться Вот это И получается что у блуде Так же получается Если они без росписи живут Пятнадцать лет С женщиной Вот И мне пятьдесят пять лет И вот это Недавно Недавно Себя так плохо чувствовал И может так сделать Господь что Ну Ну Вы поняли И что тогда И как я без Бога И что-то Это путь земной В таком плане Тут вопрос один Если ты верующий Христианин Тем более православный Вопрос это уже К человеку задавать У нас все расписано Что считается Справедливым Что несправедливым Я в церкви не хожу Я в душе просто Как обычные люди Крестки имею Моюсь У меня Библия есть Ну церкви Я как член церкви Я вот этого Как вы говорите Рукоположение Или там Что-то такое Я этого не знаю Не научал меня никто Никогда Я не говорил об этом Это сейчас У меня вот эта душа При конце всего этого Я хочу обратиться к Богу Вот что я хочу И вот это как По силе возможностей своей Может я не такой ревностный Или там Как Понимаете Вам сколько лет? 55 55 Да А что вы так К церкви относитесь? Почему в церковь не ходите? Вот смотрите Я так коротко вам расскажу Поближе к микрофону Поближе Прям не отходите Мне приятно Сами ответить Коротко расскажу В церковь не хожу Дядя у меня был Пятидесятник И я когда мальчиком был Ну в детстве Ну ходил с ним Там и в церкву ходил И везде ходил Как бы оно мне так более Ну это приемлемо все Но дело в том что Они всегда Вот вы ехали в Америку Когда-то Помните Пятидесятники Выезжали Конечно Вот он там уехал И они там жили И вот это он умер уже года 4 Или сколько Где-то примерно И вот это Ну я больше как Пятидесятником больше Как бы Ну я тоже не был Ни членом церкви Никогда Здесь местных Я встречаю их Некоторых я знаю Это как разговарив Они меня как бы Проглашают Ну я считаю Что мне больше православное Вот я ваши Вот эти все Ну ваши все Передачи Ну просматриваю Как бы На некоторые Мои вопросы Там есть ответы Как бы Я все это смотрю внимательно И что значит Я хотел бы Как бы Я еще вспоминаю Вот бабушка была Мне по Значит Материнской линии А дед ее муж Мой дед Кирилл Они Они сами были Черниговской области Старообрядки Ну это Только по разговорам Я Это Не помню Не застал Мне интересно Вот это Они пояском Перепоясывались Пояском Вот это Бороду Что они носили Ну как по старобрядке Такие То еще Закалки Понимаете Вот это Мне как бы Несли Таких вопросов Как бы Поясок Мне надо носить Чересла Перепоясанные Обязательства А вот Насчет Греха Стараюсь Не грешить Ну бывает Вот это Матюхи И выскакивают Знаете Как Что-то И выскочит Не пью Не курю Я Давным-давно Вот это Все Воздерживается Стараюсь По быту Всякое бывает Ну в смысле Что Матюхи У вас Библия есть? Да У меня вот этот Синодальный период Это с Америки Тогда еще прислали Сейчас я покажу вам Вот это Ну вот это Такая Вот это Вот такая она Она там с объяснениями Понятно Объяснения Это вся Вот это сейчас Посмотрите Там есть Последние Посередине Перед Новым Заветом Какая книга? Сейчас Сейчас я расскажу В Ветхом Завете Последняя книга Какая? Псалтырь Псалтырь Посередине Псалтырь В Ветхом Завете Последняя книга Какая? Иова И Малахии Нет Малахии Да нет Вы берете подряд Что попадется А где оглавление Посмотрите Оглавление Сейчас скажу Сейчас скажу Ну это Ну последняя книга Пророка Малахии Все Это не православная Нет Да Нет Это издали протестанты Может быть они Синодального Подождите А Да Это быстрее всего протестантское Да Это Одиннадцать книг тут нету Не хватает одиннадцать книг в ней А Это получается Да Это православные За две тысячи лет Никогда так не издавали Это сектанты Еретики так издают Да Это похоже Потому что Они же там же пятидесятники Ну в Америке Они же оттуда признали Понимаете Вот это Так значит мне надо Ее эту Библию где-то Ну купить или приобрести Где-то Ну кое-где можно прочитать Чтобы узнать Вот Новый Завет Откройте Хотя бы вместо два Я послушаю И скажу А в начале написано Что с синодального издания Сейчас На корочке Вот первую корочку Откройте И посмотрите Каноническая Каноническая В русском переводе С объяснительным вступлением Каждой книги Библии Скоуфильда Скоуфильда Да-да-да Это Эретик такой есть Дальше Ну С английского издания Девятого года Девятого года А там написано где-то Здесь рядом Что с синодального издания А Баптистов Ивангельский христиан Баптистов Москва 87-й год Ну там Синодальные издания Синодальные Синодальные Синод слова Нет Я понимаю Синод Написано канонические Ну это канонические Перевод Перевод с синодального издания Ну вот Это взято от православных Так все Можешь читать Просто Книг там некоторых не хватает Одиннадцать книг не хватает Но перевод с синодального Это самый правильный Ну я так как бы Ну да Много так мне западает в душу Я вот это все Ну как Все это обследую Все это смотрю Я ну как Душой Душой Я вот это у меня Оно мое Понимаете Я более к этому Я стараюсь даже Где-то на работе Где-то я работаю Или что-то я стараюсь С людям говорить Но Меня вот как-то в жизни Это все отвергалось Вот Я как-то Все меня как-то Ну как бы не любили Или отвергались Или к тому что они чувствовали Что во мне То что Что-то к Богу Понимаете Вот где-то в армии Или где-то Или что-то Так вот Какая-то неприязнь Такая во мне А как вы вышли Как вы вышли на меня-то? А я просто сидел Это ну лежал Там на диване ляжу На диванчик Вот у меня Ну там вот это Просматрив планшет Это ну Религиозные Это все Ну и все Я И я раньше Интересовался Ну все о Боге Что мне вот это Ну как больше до истины Вот дойти Понимаете Вот это мне все Оно как-то В душу западало И вот это я вчера Даже ваши Многие там Вот как и мальчика Вы отпевали Там все это я слушал Вот это Ну Вот эти все ваши Я просматривал Даже не спал А долго Даже с меня в больницу не пошел Что проспал Всю ночь читал И смотрел эти передач Ну Объяснения Так а вы пока Ни от кого ничего О нас не слышали Просто сами напали так Да Сам вот так да Случайно Я открыл случайно Вот так смотрю Это Лапкин и все это Начал смотреть Там и больше и больше Я смотрю Ну как бы Ну вы как бы говорите то что Как бы совпадает наше мышление Ну как бы Понимаете Ваши Мои понятия Что вы говорите Совпадают Ну в конце поговорим Я тогда вам скину указания на наши ресурсы Сайт Форум Мейлру Ну да Здесь же Прям в этом скайпе Внизу я вам скину Сразу после разговора Ну да Будет Я еще тогда спрошу вас А вы просто сейчас Сами в себе скажите Вот когда вы желаете обедать А минутку там пришел у меня Брат Ничего 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 Аня иди Иди сюда Аня Вот я открыл Вот видите как говорите в душе Я вам поясню что это в душе Это означает открытое предательство Переводится Это вот вы вздумали сейчас поесть вам надо Вы в душе не будете есть Вы будете что-то находить хорошее в рот положить В душе не так Я теперь в душе люблю А приближаться не буду У вас на поле ничего не вырастет Надо быть членом Допустим Вы говорите Я живу на Украине А паспорт принимать не буду Никаких документов не будет Вас обязательно заставят Или выгонят Да Это 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 Бог организовал церковь Он говорит Я создам церковь Матфея 16 глава И врата она не одолеет ее И без церкви Вне церкви нет спасения Пятидесятники Разные названия Мормоны Свидетели Иеговы Их тысячи сегодня И все это еретики И они возникли там всего Пятидесятники Всего только сто пятьдесят лет назад И больше не было Никто не знает их А церковь Образована В первом веке Христом В Сионской горнице Когда Дух Святой сошел И поэтому Ну надо определиться четко Что если вы хотите Просто жить И жить Ну это тогда один разговор Но если думаете Спасать душу Душу для вечности После смерти Чтобы в аду не оказаться Тогда Вы прилепляетесь К Святой Православной Церкви Она так и называется Мне просто пойти Здесь в церковь Которая у нас здесь есть Да в районе И подойти Дежурный там есть У них батюшка дежурный И с ними там Ну пообщаться Поговорить Так же А вы скажите Зачем бороду бреете Я за это знаю Я вот это Все время хотел Как бы Отпустить И сейчас не буду брыться Не буду брыться Ну вот возьмите Бритм Чтобы было четко Уничтожьте И выбрось Бог так создал Это власть мужчины Власть И поэтому женский Женский вопрос У вас решится проще Вы хозяин Я вас понимаю Я с этим согласен Все время Я был только за Даже у меня вот этот дядя Пятидесятник С бородой был А там не обязательно Борода Так я его стригу А он мне Только бороду не тронет Для него Борода это как честь Такая была Понимаете Ну да Так а вы посмотрите В храм зайдете Какой Христос Какие апостолы Пророки Я с этим все согласен Даже вот это была Присяга Когда военная Я присягу отказался принимать Тогда еще В девяностом году Когда была присяга Принимать Военная Присяга Да да Я сказал что По радиозным убеждениям Принимать не буду Я отказался Не побоялся Ничего Я вот это Для меня Для меня Господь Бог И все что с этим связано Это для меня Как вы сказали Вернее Павел сказал Жизнь моя Христос А смерть приобретение Не боись Я не боюсь ничего Хоть и умереть Хоть что Но только чтобы Это все Это неизбежно Как бы здесь на земле Но только чтобы Это все Было Хоть маломальски Ну с Богом По Вот этим всем Вот это мне Заблуд Вот это что я вам Первое сказал Вот это как мне С браком этим быть Я не расписан официально А вот расписан Расписан или нет Церковь про это не говорит Венчаны Должен быть человек Бракосочетание Как таинство Совершенное священником В храме Вот что нужно А расписан Ты не расписан Ну если вам надо Распишись Нет На спасение Это не влияет Расписка Мы вдвоем живем Вот это вдвоем У нас сын есть Он живет отдельно Там женатый он Мы вдвоем живем Вот это тоже Собачки любим Это все у нас такое Хозяйство Там что-то мы Повенчаться надо Обязательно в церкви Повенчаться Это таинство Это мне Я пойду Я даже может сегодня Пойду с ним Там есть дежурный батюшка Я как бы уже узнавал Да У батюшки поближе Я с ним поговорю Вот это да И как бы скажу Эту всю ситуацию ему Да Я не буду Вот вы как мне говорите Я не буду так вот там Нравится Он мне как бы личные Качества Или что-то Он батюшка Все Этим все сказано Я не до него Это дело Божье Бог его поставил Через него Таинства Действительные Вы только узнаете Он относится К пиларету Или к московской Патриархату Относится К московской Патриархату Все правильно Тогда на месте Все Да Вот это Будет оно Перед Богом Да И не смотрите Какой священник Что говорят Ты на собой смотри Очищенник Очти Вот и все Я вот это Я вот это Вы не против Если когда-то иногда Может Не надоедливо Я когда может с вами там Сюда спрошу Или так в таком плане Можно будет Только сначала Если ко мне будете выходить Нужно внизу написать Я свободен Или нет То у нас занятия идут То я чем-то занят А вы будете думать Что я не хочу с вами разговаривать Нет Это все исключено Я все это прекрасно понимаю Ну и возраст Я все прекрасно это понимаю Вы как бы Я это уважительно Все Да Я понимаю вас Значит Я хотел чтобы вы Два слова хоть жене сказали Посмотрели на жену И как вас Как в душе все равно Вы больше с Богом Хоть два слова сказали А где она жена то сейчас Сейчас я позову ее Ну давай Как ее звать то Аня Она медсестра Анна давай Аня Я вас не сильно Не сильно вас это Время у вас забирали Нет Нет Ничего Ничего Может даст Бог так что До вас поедут там хату Буду строить у вас Ну может быть и такое У нас видите как Если вы все про нас знаете Мы с нуля строим православную деревню Я люблю такое У нас все верующие Земля хорошая Вода хорошая Ну вот 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 У меня ж мама здесь еще Мама Мама живет Я ж как бы тоже бросить ее и все И жена Ай Собака бегает А сыну то сколько это сын не мой родной она была такой малый как бы я воспитывал а кем он работает специальность какая он сварщик но не поедет навряд ли он поедет потому что он это я так богу а вот такой как они сильно не сильно к богу он так смирный такой он не пьет не курит а вы знаете такое село село доманевка николаевской области доманевка это за херсоном туда ехать за херсон проезжаешь туда николаевск к одессе как ехать да это нас там знакомые близки они приезжали крещение принимали у нас самép leavки у нас в отесе живут наши близкие тоже приезжали крещением принимать меня он меня сама это это отец по отцовской линии они болгары болгарит с одесской области может слышать там болгарию тоже у тебя болгарин по национальности и фамилия мне такая болгарцы слышали мы в болгари были проезжали то у нас везде была большая. Как бы оттуда я сам как бы болгарин, по отцу, по отцу, а по матери они, мы тут так и жили. Вы, то есть, придете когда к священнику, вот все расскажите, и узнайте, возьмите, там, купите календарь, посты, обязательно, чтобы соблюдали православные посты. Когда что можно вкушать. Это все можно в интернете посмотреть, это все очень интересно. Я хотел еще у вас спросить, вот это пояски перепоясываются, мне нравится, что вы больше старообрядческого такого. Нет, пояс это не старообрядческий, это Бог усыновил. Когда Петр в темнице был, ангел явился ночью, ну, скорее бы только вывезти, он говорит, нет, встань, обойся и припояжься. И говорит, ты ходил, молодой ходил, припоясывался, ходил куда хотел, а теперь другой припояжет, когда тебя арестуют. Апостол Павел, у него там пророк Аган взял пояс, значит, он был с поясом. У Иоанна Крестителя пояс кожаный был. В Откровении видим Христос с поясом по персам золотым, и ангелы, пророки, все с поясами. Беспоясавшиеся, это распоясавшиеся, хулиган. 103 раза в Библии говорится, что пояс, а что без пояса ходить ни разу. Это просто сверху рубашка одеть или доделать? Да, вот так вот. Вот я сейчас покажу вам, вот видите, вот как вот. Вам видно? Просто веревочку, любую веревочку, бечевочку. Да, любую, любую там делаю. Можешь ремешок сделать. Это Господь усынобил, это не мы. А у нас приезжает, когда с Украины, их хохлы называют, хохлы. Они все в брюки заправляют, в брюки. Это немецкая форма, это не русская. Я понял, понял. Даже любую картину возьми. Ну там Поленово, другие там ребятишки играют, или работники все с поясами. Ну да. Вот это я понимаю. Бывает казацкий хор какой-то выступает, народный, все с поясами, с кистями. Ну видно, что как русские люди жили-то. А у вас вот там Украина, вы часто там знались эти католики, поляки там все. И вы там растеряли все. Все ереси оттуда идут. В ереси. Все ересики оттуда. И Журавлевых, и какие-то там приезжают. Бинни, Хенни, 50-ники, харизматы. Они падают, трясутся, трясуны. Они вот эти 50-ти, которые были раньше, когда я еще детем ходил, там иногда с дядькой, дядька, чтобы в Америку уехал. Они были не той закалки. Тогда же не было харизмата. Они были другой закалки. Я знаю, я среди них получил Библию. Они же, они тоже ревностные. И они даже вот тоже в заключении. Они сидели по много лет. Это другой вопрос. Они не в церкви. Какие бы они ни были, даже кровь мученичества, грех разделения Киприан-Карпагенский, говорит, не смывает. И церковь рассматривает их как врагов всех. Они не в церкви. Они разрушители. Поэтому к ним никакого хода нет. Говорить им надо, чтобы они пришли в святую православную церковь. Я вот верю в то, что, даже верю, что наша встреча с вами, это тоже Господом предназначается. Выходит, конечно, так. Потому что, если бы была преграда какая-то, чтобы вы там или не хотели, или где-то пошли бы, или мы с ней связались. Ну, примерно так. Значит, так надо. Вот я купил вот такая ладанка у меня, ну, золотая. Там Валерий написано. Ну-ну-ну. Написано. Да ладно, ладно, ладно. Тут плохо видно. Она трясется, смывается, не видно ничего. Такой носить нельзя, да? Нет, а есть крестик. Крестик надо носить, крестик. Я был в Мариуполе. Вы слышите? В Мариуполе был, купил. Там от церкви продавали такие люди серебряные, такой, на веревочке. Вот я не знаю. Вы все это покажите священнику. Вот священнику все расскажите и возьмите молитвослов, чтобы можно было молиться. А потом своими словами после молитвы псалтыр читайте. И сердце будет располагаться. У меня нема этого молитвослова. Это все я как бы начинаю изначально, будем так сказать. Это изначально я буду все начинать. Конечно. Вам это легче. Легче. Что священник скажет? Вы что-то засомневаетесь? Вы ко мне потом выйдете, я вам поясню. Но думаю, что если это относится к московскому ПТРХ, то там все правильно. Да. Вот эти события, они, ну, вы поняли, они здесь, как бы мы тут недалеко от Широкина. Сейчас вот это все не прекращается. Все может быть. Потому что это все может пойти на уничтожение. Понимаете? Это даже, а территория пострадает территорией, в том числе и эти жители. Мы там или кто. Так чтобы у нас разговор без задержки был, придет тогда. Вы бритвой больше себя не касаетесь. Нет, я не буду. Никак. Чтобы я видел, что мы не чужие друг к другу. Так что бритвы? Да, да, да. Как женщина. Протопопа вакуум говорил, это блудодейная ересь. Блудодейная ересь. Покинула такой ультат. Понятно. Спасибо. Ой, извините, сейчас идет преграда такая, иди сядь, подробуйся, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый, добрый. Скажи, Аня зовут. Меня Аня зовут. Валерия его звать, потому что вышел на меня тут и... Я тут, я тут. Я тут. Ну, понятно. Как бы у нас место узкое. Узкое место. Мы говорили о спасении души, у нас хороший разговор идет, что никуда чтоб не ходил, кроме в церкви православной. Она святая православная. Там все сказано, вот. Вот я что вам буду говорить, вы только не обижайтесь. Не обижайтесь, потому что я должен сказать все. Вот я спрошу вас, вы волосы стрижете зачем? Не надо делать это. Женщины волосы честь. Честь. Это так написано. И поэтому не надо трогать их. Если вы православные, то просто нельзя никак. Платочек надеть, и оно сразу начнет меняться. Молиться только, чтоб головной убор был на голове. Это я знаю. А Валерию помогите, чтоб он бритву уничтожил сегодня же. Бритву, чтоб не брился. А вы его не побуждали бриться, потому что тут в жене много будет. Да ну, да какой ты, да какой ты тут начнет. Не надо. Чтобы он не был подкаблучником. Он хозяин. Голова. Вот он говорит. Ну, хотя мы уже приходим к такому возрасту, хочется понять все, как правильно. Все. Говорили, идти к священнику, там и церковь у вас есть. Тем более, Московского Патриархата, там все правильно в этом вопросе. В вере. Там не может быть искажения. Это не то, что там, как вот филаретовщина. Вот. И какие вопросы будут, ну там, сколько там через месяц может быть. И он приготовится, вы подойдете, в платочки чтоб были. А он не бритый. У нас разговор сразу пойдет уже по делу. Молитва слов достанет. Посты, чтобы соблюдали. Чтобы сердце было отдано Христу. Что Христос умер за нас. Мы его создание, его дети. Верой во Христа мы получаем жизнь вечную. Не за наши дела. Но и дела должны быть соответственно написанному. Вот у вас трудная обстановка там, где живете где-то. А может придется еще вам к нам переезжать. У нас места хорошие. У нас тут все есть. Вот мы же никогда не считали, что Украина это другое государство. Мы даже понятия не имели. Для нас это одно и то же. Вот у меня брат священник, у него жена Антоненко. Видите как вот. У меня тут сейчас зайдет брат Пащенко. То есть все оттуда. У нас свои люди там, на Украине которые есть. Мы не разделяемся. Мы один народ. Мы всегда молимся каждый день за Украину, за Порошенко. Чтобы был мир. Чтобы... Вот это все. Игнарий Дихонович. Вот это все. Они... Это все события. Это все Господь Бог допускает. Я считаю допускает. Потому что сколько человечества не существовало. Все время вот эти войны они и шли. Простые люди это не участвуют в этом. Вот я спрошу. Смотрите. Человек должен соблюдать те нормы, которые Бог дал. А дал такие нормы, о которых не все знают. У вас какой рост? Рост? Высоту? Метр восемьдесят. А вес? Сто килограмм с чем-то. С чем? С чем? Примерно с чем? Ну сто шесть или сто восемь. Так шесть восемь. Тридцать килограмм лишнего веса у вас. Тридцать. Гипертония. Вот это давление. О! Это все вы через рот получили. Через рот. Прям объявите пост. Скажи. Господи. Избавь меня от лишнего веса. Зачем это? Червям корм готовить-то? Вы знаете. Вы знаете. Это не то, что я имею пристрастие к еде или чему-то. Это то, что порода такая. Природа. Не надо. Такую породу свиней вырастили бы. Но если свинье не дать, она не будет жирная. И корова не будет жирная. Это человек обманывает. Смотрите. Четыре причины, почему человек лишний вес. Первое. Обжорство. Самое прозаическое. Второе. Лень. Лишнее не переработает, не пропотеет. Третье. Много спанье. Много спанье днем. И все. Сон надо сократить, чтобы он не больше семи часов был. Потом уменьшай. Шесть. Пять часов. И последнее. Это беззаботность. А ему все равно. Туда. Сюда. Куда-то. Вот четыре причины. Убрать их все. Прямо начинай. Войну объяви. Скажи. Отойди от меня сатана. Не хотят поститься. Феофан Задор говорит. Не хочу, не хочу. Но когда умрешь. И тебя демон в ад потащит. Хочу, не хочу. Потащишься. Ну, это врач. И врач говорит. И все. Ну, я вот ограничу себя в сахаре. Хлеба как бы мало ем. Ну, так вот еще пока-то. Да вы совсем не ешьте. Вам ничего не будет. Дня два-три в рот не бери ничего. Полезно будет. Полезно только будет. Конечно, полезно. Вот смотрите. Я вам скажу. Вот мне 78 лет. Это не постарше вас немножко-то? Ну, конечно. Вот. И мы все постимся. Это посты на пользу. И днем никогда не ложитесь спать. У вас глаза будут болеть глаукома. Лопаться жилы будут. Никогда не ложись. Мы встаем в 4.40 утра всегда. На молитву. Каждое утро. Воскресенье, не воскресенье. Ну, просто надо от себя взять. Это подвиг. Тело смиряю. Павел говорит. Порабощаю. Тело мое. А вот сектанты, 50-ники, они этого не знают. Это тело, храм. Ну, храм-то храм. Но не доменная печь. Череповецкого комбината. Ну, конечно. Что она зловонием будет издавать-то? А ты себя прижми. И у тебя тело будет как воздушное. Тонкие, звонкие и прозрачные. Это очень полезно будет. Очень хорошо. Конечно. Я говорю это вам на пользу. Не в обиду. Конечно. Не-не. Ради Бога. Я прислухаюсь. Каждый человек требует уважения. Любой требует уважения и мнение как бы свое отдать. Любой не требует. Бывает там еретик, что попало плетет. Это Господь сотворил так, что человек должен телом и душою служить. А кого служить, когда развален рыхлый человек-то? Он должен быть бодрый. Да, да, да. И лопата, и все в руке, чтобы было. И молот уметь держать. А тут собачка прибежал. Он тоже со мной живет. О, хорошая собачка у вас. Я ему ошейник вчера пошил. Ну ладно. Видишь какая? У нее глазки чистенькие такие. У меня был другой собачка. Это для души так. Как бы душа живая, чтобы было. Оно веселее. Вы тоже любите, да, животные с вами тоже? Да. Я смотрю. Ну вот о чем мы поговорили. У вас вопросов-то духовных нет никаких? Духовных так, ну, что-то, может, я и хотел сказать. Может, забыл или что. Ладно, вы с женой, со своей Анной-то, и побеседуйте. Ты мужчина, поэтому ты должен главой быть. Не подкаблучник. Подкаблучник это все по-женски делает. А ты не мужчина, просто так развалена будешь. Скажи, давай обсудим, чтобы муж глава, и ты прислушивалась, что я говорю. А ей это спасение в этом. Ты глава, голова. Да. Очень хорошо поговорили, очень хорошо все я понимаю вас. Можно будет, если какое-то такое что-то возникнет, я вам тогда... Да. Вот где-то через, может, недели через три, через месяц. Только сначала напишите мне здесь, я сейчас скину материал. Может, я, ну, чтобы не было надоедливо, или что-то там, знаете, в таком плане. Ну, вот с сегодняшнего дня начни о себе заботиться. Да, да. Установи вставать рано на молитву и каждый день считай Евангелие, Библию. Сразу же пойди к священнику завтра же или сегодня. Познакомься. Узнай, как его зовут, чтобы за него молились, а он, чтобы за вас молился. Вас Валерий звать? Да. Да. Вот, Валерий, знаете, как переводится? Как? Живой. 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 Живой, то есть ты будь живой, не мертвый. Живой такой, чтобы видно было, что у тебя цель какая-то есть, а не просто шатается, какое-то развалино вышло. Да, да, это я понимаю вас. Все понимаю. Если бы были близко к Алладоманевке, я бы дал вам там адрес, вы бы с нашими познакомились. Его фамилия Цехоцкий. Ага, понял. Александр, хорошие люди. Очень. Все может быть, и все, все может, да, все может быть еще. Может еще придется куда-то ехать, какую-то сторону еще. У меня книги вышли, книги, 38 книг у меня написаны. Они находятся в Киеве, в парламентской, и в национальной библиотеке, и в Харькове, и в Одессе. Мы ехали, я раздавал каждой библиотеке книги, дарил, 38 книг. Так что в ближайшем каком городе вы могли бы что-то и услышать. У нас есть в Евангелии полностью Новый Завет с толкованием, с иллюстрациями. Вы просто наши ролики смотрите, и вы увидите там очень много. Там и ответы на вопросы какие там. Да, записывайте их, записывайте. Можете сначала спросить священника, если он некогда и что-то, тогда ко мне. Я-то для вас не главный, главное-то священник. Ну да, и все равно пообщаться как наставник. Ну да, чтобы никуда церкви ни шагу, никуда. А с иллюстрациями поговорите и все скажи родным, близким. Это не церковь, это секта. Секта, ересь. А то динаминации, конфессии, таких слов нет в Библии. Это еретики. Потому что вы больше жизнь посвятили всему этому обследованию, расследованию Библии. Да, да. И больше уже понимать. Вы же тоже как бы... Я 55 лет уже сознательно покаявшись, иду за Христом. Да. Меня и давили, и арестовывали, еще только не делали. Вы за веру, за веру попришлось и пострадать. Да. Меня давили со всех сторон. Выкручивали руки и все, 26 лет пытались. Но это вас только укрепило, более укрепило. Да, конечно. У меня врагов нету, я за всех молюсь. На душе всегда легко и радостно. Потому что там же написано, что сокровища там, где ржа и моль не... Да, да, да. Вот это сокровище, а не там какие-то там кольца золотые или там что-то... Ну, это Господь так устроил, что вы на меня вышли-то. Это удивительно просто. Да я же хочу выпасть в ходу характера такого, что... Как дядя мой был, что мне просто как бы не хватает этого всего как-то внутри. Понимаете? Не хватает. Вы наши ролики смотрите. Там Иоанн Кронштадтский, Игнатий Брянщининов, там у нас Ефрем Сирин. Полное жития. Златоуст весь начитанный. Богаче нашего сайта. Трудно найти в интернете. Трудно. У нас 9500 роликов наших. 9000. Я смотрю, это колоссальный труд. У нас все труд. Трудится. Это огромный-огромный труд. 50 книг я только насчитал. 50 книг. Начитанные. Поговорить в таком возрасте, поразговаривать и то уже... Господь дает силы вам это все. Это не просто. Не каждый человек... Мы верим в это, да. Хотя вы сами говорили, что кто молчит, тому тоже полезно. Сдерживающий уста свои разумные. Да. Не миновать греха. Истина так. Ну, говорить... Знать о чем сказать. Когда ты возвещаешь истину Божию, то ты должен воспевать славу Ему, что наш Господь умер за нас. Он дал нам веру святую и православную. Князь Владимир то в Киеве крестил-то? Не где-то? Да, да. Наша вера-то оттуда. Мать всех городов-то Киев, не Москва. Вы знаете, вот вы, говорите, родился свыше. Но как там написано, что, говорит, я верю, но помоги моему неверию. Как в душе вот какое-то неверие или, понимаете, вот там же написано так. А это страха Божия нету. Ты сегодня умрешь. Куда душа пойдет? Без церкви ты ничего, никто. Что? Лучше бы не родиться, чем вне церкви остаться. Церковь – это корабль. Она без корабля любой утонет. Ну, у меня, у меня побудилось это, вот это побудилось, как бы все это необычно. Я больше стал рассуждать, вот это после вашего вот этого всего, что я как бы услышал, то, что мне интересовало. И оно мне как-то на душе более отражается, что я уже готов идти и бежать. Все это этим заниматься для священника, понимаете? Значит, по порядку. Вы идете к священнику, все расскажете, чтоб крестик у вас был надет. Крестик у него возьмите там, купите, не какой-то там на улице. Я не вижу, какой он. Покажите ему, священнику. Посты, чтоб соблюдали. Бритвы сегодня же уничтожьте. У вас уже какой-то первый шаг сделайте. Да с женой все, чтоб было. Чтобы согласие было у вас с нею. И венчание чтоб сделали. Да, венчание обязательно даже. Священник должен сделать все. Крестить они, чтобы крестили. Если не крещеных, в полное погружение с головой три раза в воду должен уйти человек. А Украина понанесла католическое. Что-то там мокрой ладошкой. Это неправильно крестят. У нас тут речка рядом. Речка в море. И море рядом. Пожалуйста. Вот в море иди. Как апостолы. Где крестились-то? Иордан. А Крест Владимир где крестил? У Крещатика. В Днепре. Я не сильно. Я там в Киеве один раз его был. Но это. Скажите. А поясок тоже перепоясся с пояском? Обязательно. А ты распоясываешься. Зачем? Ну да. Это как. Что он разве жжет вас? Происпоясок то. Всегда русские люди были с поясом. Без пояса не было. Я повторяю. Сто три раза в Библии говорится с поясом. А без пояса ни разу. Ну сто три раза хватит. Да. Это хватит. Ну вы это понимаете. Вы же это дело обследовали. Это все понятно. Это означает. Он напоминает об истине. Предпоясся с истинною. Сам по себе этот ремешок он ничего не значит. Но это павильон. И крестик не значит. Но крестик напоминает о Голгофе. Где за нас святую и причистую кровь пролил спаситель мира Иисус Христос. Понимаете. Мы так окружены. Вот борода она не спасает. Но без бороды ты похож на женщину женоподобной. Тряпка. Ты сам же. Даже вид какой-то неприятный. Смотрит. Ну даже посмотрите. Даже у безбожников. Кармарс с бородой. Фриде Хенгельс. Видите как все. И Ленин с бородкой был. Сталину. А у Хрущева уже и на голове ничего нету. Да. 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 Это так. Ну вы за меня так как бы не забывайте за меня. Скажите там. Хорошо. Я помолюсь. Сейчас скину вам. Материал скину. Не отходите тут. Как сейчас выключите. И сразу ждите. Я сейчас вам скину кое-что. И это. Скажите. Вы за меня помолитесь. Вы за меня помолитесь. Я уже молюсь. Я сижу говорю с вами и уже молюсь. Я знал что у меня есть поддержка. И что вы это. Да. 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 Мы встречались. Да. Ну все тогда. С Богом. А креститься вот так. Креститься. Креститься как? На лоб. Потом на чрево. Где пуп. Опусти руку. На пуп. А потом на правое плечо. Вот. Сверху. Да. На правое. А потом на левое. Сначала на правое. Да. А потом на левое. Скажите. А пальцы. А потом поклониться так. Чтобы рука могла пол достать. А вам. Ваша Мамона то не позволит кланяться. Я понимаю. Да. А это. А пальцы. А пальцы. Как держать пальцы. Ну смотрите как. Князь Владимир крестил вот так. Два пальца были. Вот так. Это как старообрядцы. А потом Никон сделал так. А как вы ближе. Что вам ближе. То и сделайте. Равноспасительно это. Это без здоровья. Ну меня перестанет. Да. Нет. У нас не отрицается ничего. Потому что. В патриархии. Уже было это. На соборе принято. Что. Равноспасительно. Так молился кто. Князь Владимир. Сергий Радонышский. А три пальца. Это уже Серафим Саровский. Анкштадтский. Все святые. Нам что тут. Куда ты расположен сердцем. Что тебе ближе то. Так и делай. Вот это. Вот это. Я выздоровлю теперь. Да. Душа будет чище. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Поговорим как-нибудь. Нет. Спаси Христос надо говорить. Спаси Христос. И всего хорошего. Как-то поговорим еще там через время. Я скажу так. Так и не торопитесь. Сначала чтобы у вас к священнику сходили. Чтобы борода видна была. Тогда. Да. Время какое-то. Давайте. Давайте. О. С Богом. Выключайте. Все. Все. Пока. Пока. Всем доброго. Удачи. Давайте. Время.